Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И я решила снять видео о своих пустых баночках за июль и август месяц. У нас так вышло, что вот практически всю неделю мы болеем. И сейчас у меня еще ребенок на больничном, муж тоже был на больничном. В общем, у нас какой-то август, почти пол августа весь болеющий. Я тоже сейчас опять заболела по второму кругу. Сын у меня уже по второму, по третьему кругу болеет. Но я решила для вас снять это видео. Сразу говорю, что фокусировка у меня здесь опять будет не так. Может кому-то это не нравится, кому-то нравится. Но я решила все-таки снять. До этого я удалила несколько видео со своими пустыми баночками. Потому что было много негативных отзывов, дизлайков, плохих комментариев. Сейчас я решила еще раз попробовать. И баночки я уже выбросила. Поэтому у меня сейчас баночек не очень много. Но есть чем поделиться. В основном это даже зачистка. У меня опять та же самая, которая тогда не показала. Что-то новое там перебавилось. Но это будет, наверное, в следующей части. В этой части я вам покажу больше ухода. Первое, что я покажу, это у меня не закончилось. Но показываю, тут чуть-чуть осталось продуктиком. Это жидкое мыло, абрикосовое мыло от Аленочки. Привет тебе, спасибо большое. Алена мне присылала. Так он выглядит. Подарки за участие в конкурсе я от себя. Это от компании Маграф 600 мл. Тут у меня уже немного осталось. Чуть-чуть я это изведу, скорее всего, на стирку. Потому что хорошо это мыло жидкое. Отстирывает. У меня есть вещь одна, которую нужно стирать. Это топик для занятий спортом. Вот как раз я приспособилась сейчас. Два стира, наверное, каждые 2-3 дня. Поэтому мне это мыло пригодится. Абрикосовое мыло, я вам сейчас покажу, здесь практически нету никаких вредностей. То есть, это без парабенов, без всяких в составе биак. Хотя нет, здесь содиум есть, рецульфат. Но в основном здесь неплохо все. Попробую показать. В общем, это мыло имеет приятную одушку. Вот оно такое. То есть, тут нет дозатора. Я это мыло перелила вдруг, переливала, наверное, несколько раз. Мыло от Фаберлик в упаковку. С подмыла, которая идет с дозатором. Конечно, намного удобнее. Что хочу сказать, что очень классное оформление. У Маграф вот такая вот здесь девушка. Что-то вроде пин-ап. Стиля. Очень хороший, приятный запах абрикоса. Мне понравился кремовый, довольно густой. Но среднее такое. Но и не жидкая по консистенции. В общем, мыло хорошее. Могу его посоветовать. Мне оно нравится. Следующее, что я вам покажу, это будет продукт, который я сам покупала. Сама. И мне он понравился. Это гель для бритья. От компании Фаберлик. Делайн. Это довольно новая серия. У меня там, по-моему, чуть-чуть совсем осталось. Чтобы вам показать, могу дальше показать. Да, даже потрачу на одно. Тут применения мне хватит. Гель для бритья идет. Такого прозрачного цвета. Имеет приятный, для меня приятный, свеженький запах алоэ. Как раз именно. Объем небольшой 100 мл. Артикул 21-26. Этот гель для бритья мне нравится тем, что он мягкий, но он не экономичный. Повторять я его, скорее всего, буду, потому что ни аллергии, ни раздражения никакого у меня он не вызвал. Ну, в общем, неплохой продукт. Могу посоветовать. Я тогда брала его вместе с кремом или с гелем, я не помню точно, после бритья им я еще пользуюсь. А это у меня уже средство практически закончилось. Но на один раз еще осталось. Нравится. Но, конечно, лучше за такой небольшой объем 100 мл брать дешевле, да, покупать и брать по акции. Следующий я вам покажу две мицеллярные водички, которые мне обе доставались в подарок. Котлиночки Волхониной. Привет тебе, Елена Вол. Ник на YouTube. И спасибо большое. Первый раз это была первая посылка. У меня был там мицеллярный раствор от Комплимент. Так он выглядит. У меня он уже практически заканчивается. Немного осталось. Этот мицеллярный раствор идет для всех типов кожи. Я изначально говорила, что он не щипет глаза, но не снимает косметику с глаз. Так оно и есть. Я им снимала косметику с губ, если нужно было. Потом с лица тональный крем хорошо тоже удаляет. В общем, такое средство скорее для лица мне подошло. Снятие макияжа, чем для глаз. Объемчик идет, по-моему, 200 миллилитров. Да, 200 миллилитров. Сейчас покажу. В общем, этот мицеллярный раствор я, наверное, повторять для себя именно не буду. Потому что для меня важно, чтобы мицеллярный раствор снимал все-таки косметику именно с глаз хорошо. Потом в конце я вам покажу, фокусировку сделаю. Сейчас пока просто не буду, потому что снимаю я на определенный фокус. Ну, вот что есть. Это пока то, что у меня есть из пустых баночек. Дальше мы с вами продолжаем. Да, я проверила просто фокус. Следующая мицеллярная вода. Это был подарочек к дню рождения от Леночки. Спасибо большое. Это свежащая мицеллярная вода от Невея. Тоже в объеме 200 миллилитров. У меня эти обе водички ушли, наверное, за месяц. То есть довольно быстро. Новинка. Здесь идет удобный дозатор. Но она уже не новинка у меня уже была такая мицеллярная вода. И второй раз уже ей пользуюсь. Практически ничего нет. Эта мицеллярная вода щипала глаза все-таки. То есть именно для меня она не подходит для снятия макияжа с глаз. Что для меня решающим является фактором. А она все-таки хорошо снимает макияж тоже с лица. С губ она не заявлена, поэтому я не пробовала с губ удалять ей макияж. Но в основном, если честно, когда я делала какие-то... Ну, во-первых, свочи палеток не так давно снимала у меня, наверное, последнее видео. И когда снимала до этого пустые баночки, я снимала этими двумя растворами себе свочи. Очень хорошо подходит для удаления свочи теней или помад. Но все-таки для самих теней на глазах эти мицеллярные водички мне не подошли. Мой фаворит остается от Невея. Следующая пустая баночка, которая у меня заканчивается у мужа. Тут уже сложно это достать, довольно надолго хватило. Это Палмалиф Мэн Спорт. Вот, восстанавливающий гель для душа, тела, лица и волос. То есть для всего, но он использовал только как гель для душа, то есть для тела. Объем идет здесь 250 мл. Этот гель мне понравился по запаху. Муж сказал, что обычно. Вот такой он свеженький, стандартный, типичный аромат мужской. Ничего такого сверху, но просто обычный предсказуемый запах. Но понравилось, что он экономичный. То есть его хватает на долгое время. И пользовался в основном с удовольствием. Ничего там, никакой сухости, но там и добиться сложно. Скажет там что-нибудь такое или нет, в общем. Про сухость. Ну, если ничего не говорят, значит все нормально. Следующая пустая баночка у меня уже второй раз закончилась. Сейчас у меня такое средство. Это Фаберлик. Средство для мытья посуды концентрированное. С экстрактом алоэ вера. Вот. Сейчас я вам покажу. Что подходит для мытья детской посуды. Бутылочек, овощей и фруктах. Легкий природный аромат. 0+. То есть очень хорошее средство. Если у кого-то маленькие детки есть, оно безвредное. То есть невредное. У этого средства артикул 3 единицы 98. Состав тут видно. Ну, в общем, состав-то не натуральный, конечно. Но хотя какие-то экстракты есть в нем натуральные. 500 мл большой объем. Средства хватает на долгое время. У меня сейчас с ароматом шалфей и был с малиной. Также с алоэ отличаются. Они для меня только запахом. Я, скорее всего, их буду и дальше брать, потому что мне эти средства понравились. И просто буду их брать, прошу прощения, в разных вариантах. То есть я, скорее всего, их на постоянное себе оставлю. Но будут разные запахи. Следующее, что я вам покажу, это вообще просто очень-очень вкусный продукт. Я, к сожалению, сейчас не помню, подарили мне его или я сама покупала. По-моему, это подарочный. Но от кого точно не помню. Это от Organic Shop. Очень-очень вкусная вкусняшка. Скраб для тела. Я просто его полюбила и пользовалась ему весной и летом с огромным удовольствием. Это скраб для тела. Органический экстракт малины. Тростниковый сахар. 250 мл. Эта штучка вкусная, сладкая. Пахнет мороженым, малиновым. То есть это для меня аромат натуральный. Я истратила полностью этот скраб. Там идут довольно грубые частички. Да, он очень приятный. И он натуральный малины. И еще малины, я сказала, что в виде мороженого десерта. Вкусный запах. Могу эти скрабы посоветовать. У меня был такой шоколадный. И вот это у меня второй скраб. Малиновые сливки он называется. Очень вкусный, приятный. Составы у Organic Shop, по-моему, да. Все натуральное. Кокосовое масло. Сейчас я покажу. Экстракт малины, тростникового сахара, кокосовое масло. Очень хороший. Скрабирует кожу прекрасно. Довольно он жесткий для меня. Один, наверное, из самых жестких. Но мне нравится его консистенция. У меня сейчас такой же, не такой наподобие скраб. Но не от Organic Shop. А от iLike я начинаю. И буду пользоваться. Но от Organic Shop это фавориты мои. И я буду, скорее всего, еще покупать какие-то запахи и вкус другие. Так, ну и, наверное, последнее, что я покажу по времени. По крайней мере, потому что у меня 12 минуток. Это будет вот такой вот скраб для ног, который у меня заканчивается пока не полностью. Закончился от Faberlic. Это на Botanica серия. Голубой кипари слайм масло карите. Очень хороший, приятный скраб. Мне понравился. Особенно его свежий запах подошел именно для лета. И могу его посоветовать. Отшелушивает он очень хорошо. Если пользоваться... Так, сейчас попробую показать. Отшелушивает роговившие клетки и кожу саму не нужно. Он хорошо. Но если пользоваться вместе с пемзой для ног, у меня от Avon, тогда хороший эффект. Если просто скрабиком помыть ноги и почистить, то эффект будет меньше, но тоже неплохой. Приятный массаж. Хорошее отшелушивающее свойство. Но скорее скраб средний, чем очень сильный. Могу его посоветовать. Так, покажу вам сейчас сливаночки. Сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло. Сливочное масло.